МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Да, наверное, не наигралась. И мало того, я вообще в детстве не играла в кукол. Я очень любила паровозики, машинки. Вот как-то созревшие до вот такого возраста, ну, почему-то появились куклы. Я их очень люблю, такие хорошие девочки. То, что эти литературные девочки поселились в доме Татьяны Долгополовой, вполне логично. Ведь вся ее сознательная жизнь связана с литературой. Она закончила филфак, всегда писала стихи, работала журналистом и вот уже семь лет трудится, как утверждает, в лучшей Красноярской библиотеке имени Добролюбова. Татьяна давно покупала куколок только в национальных костюмах. Но, как узнала о появлении литературных дам, начала их активно приобретать и со скрупулезностью филолога анализировать образы. Сразу, конечно, появились свои фавориты. Конечно, самая красивая у меня, вот хоть вы тресните, это все-таки Анна Каренина. Какая девочка. И муфта. Ни одной девочки больше муфти нет. А, какой плюмаж. Кто бы мог подумать, что это женщина. Ну, так вот случилось. Льва Толстого не очень люблю. Не знаю, зачем он ей сделал такую судьбу. Почему-то создатели кукол, героев, мужчины игнорировали напрочь. Создавали только литературных барышень из зарубежной русской классики, которыми стали постепенно заполняться полки в доме Татьяны Долгополовой. Одежды, образ – все авторы старались воспроизвести максимально приближенным к описаниям в книге. Вот Скарлетт Ухара из романа «Маргарет Митчелл. Унесенный ветром». В платье, которое она сама себе шила из шторы, смастерив из нее даже пояс. А вот в такую изящную барышню превратилась юная цветочница-замухрышка Элиза Дулиттл в пьесе Бернарда Шоу «Пигмалион». Благодаря стараниям профессора Хиггинса. Бальзаковская Евгения Гранде в чипце «Прямо олицетворение смиренности». И хорошая женщина, леди Уиндермир из пьесы Оскара Уальда, она, конечно же, с вером. Но есть среди героинь те, которые, по мнению филолога Долгополова, в своем воплощении явные аутсайдеры. Очень некрасиво, я считаю, сделали Маргариту. Которая Маргарита? Это она, да, конечно. Можно было сделать ее, конечно, более роскошной, но вот она какая-то убогая вышла. Но, тем не менее, с мимозой, тоже с плюмажиком. Вот это, кстати, Соня Мармеладова. Тоже, считаю, очень неудачная. Неудачная? Почему у нас такая большая сумка, я не понимаю. Но, видимо, деньги зарабатывала. Я вообще не такое себе представляла, конечно. Соорудив специальный кукольный шкаф, Татьяна стала создавать для его обитателей уютное пространство. Есть каминная комната со свечами и скрипкой для отдыха. Ателье с гладильной доской, швейной машиной, ширмой, где барышни собираются на бал. В общем, есть им чем заняться, когда никто не видит. А то, что дамы по-настоящему живут где-то там, в своем параллельном кукольном мире, Татьяна в этом уверена. Я знаю, как это объяснить. Я иногда просыпаюсь и вижу, что они стоят не в тех позициях. Я думаю, что они все-таки шляются. По ночам они шляются. Нет, нет, да блин, вот какая-то не так стоит. Просыпаюсь, ну, что такое-то, где ходила? Гости, конечно, в этом доме, придя в первый раз, сначала удивляются, восхищаются, потом начинают тестировать сами себя на предмет литературных познаний, играя в угадайку. Это, конечно, все забавно и любознательно. В какой-то момент Татьяна Долгопулова сказала себе «хватит» и остановилась, утверждает, что насовсем. Но это не точно. ВАУ было и не раз, было ВАУ. Потом я поняла, что либо они тут будут жить, либо я, и я выбрала себя. Потому что дальше ехать некуда. Наталья Кичина, Александр Рыблонский, Новости ТВК.